Биография Марка Тишмана, его личная жизнь, отмечены яркими событиями в творческой деятельности. Музыкант успешно участвует в развлекательных программах, пишет песни, которые исполняет на разных музыкальных мероприятиях, ведет праздничные концерты, вечера, посвященные великим артистам и композиторам. Ценители таланта Марка Тишмана отмечают, что у него удивительно красивый голос. Талант стал залогом успеха исполнителя, ведь его пение по достоинству оценили коллеги, поклонники и продюсеры. Но что происходит у Марка Тишмана на личном фронте? Что известно о жизни певца? Об этом и многом другом мы решили рассказать вам. Будущий артист родился 22 августа 1979 года в столице Дагестана – Махачкале. Главным человеком в детстве Марка была бабушка, которая придерживалась атеистических взглядов. Женщина многое пережила на своем веку, даже побывала в концлагерях. Родители нашего героя были далеки от искусства и творчества. Мать работала в поликлинике, завидовала больничным отделением. Женщина была очень востребованным специалистом. Отец тоже все свое время отдавал работе и сумел сделать прекрасную карьеру. Начал он разнорабочим, но со временем смог подняться по карьерной лестнице до должности начальника цеха. С детства Марк тянулся к искусству. Он ходил на кружок художественной самодеятельности и очень любил музыку. В свое время родители отдали его в музыкалку, поэтому мальчик прекрасно играет на фортепиано. Обычную школу юноша окончил с золотой медалью. В возрасте 13 лет парень победил в конкурсе по английскому языку. Победитель мог поехать в Америку по программе обмена студентами, и он воспользовался этим шансом. В США он тоже пел, но на сей раз в составе детского хора. После обучения в Америке молодой человек приехал в Москву, чтобы учиться дальше. В России парень решил рискнуть и с первого же раза поступил в МГУ. Университет наш герой окончил блестяще, даже получил красный диплом. Марк обучался иностранным языкам, он научился свободно говорить на испанском, а также улучшил свой английский. Помимо обучения в ВУЗе, он посещал уроки музыки, учился красиво петь. Дальнейшее обучение парня было связано с Рати, где он прошел курс музыкального театра. Вскоре парня начинают приглашать на различные музыкальные постановки. Первые карьерные успехи нашего героя начались в стенах ГИТИСа. Уже во времена обучения его приглашали выступать на многочисленные спектакли. Музыкальная биография молодого исполнителя получила продолжение в коллективе «Профсоюз». Марк стал одним из солистов музыкальной группы. Вскоре коллектив даже завоевал премию на конкурсе под названием «Морской узел». Однако в 2006 году молодой человек решил отправиться в свободное творческое плавание. Иногда он выступал в роли конференции и участвовал в корпоративах. Также парень выступал в качестве вокалиста на подобных мероприятиях. Часто Марка приглашали сняться в сериалах. Было время, когда из самых ключевых проектов на музыкальном пространстве России был конкурс «Фабрика звезд». Наш герой решил стать одним из участников культового проекта и прошел отборочное испытание. Вместе с Марком туда попали другие популярные исполнители современности. Парень обладает очень приятной внешностью и высоким ростом, которые, как и великолепный голос, помогли ему дойти до финала. В итоге молодой музыкант занял второе место и прославился на всю страну. На шоу Тишман еще и влюбился. С первых минут Марк заинтересовался самой яркой участницей сезона – Корнелии Манго. Интерес быстро перерос во влюбленность. Корнелия отличалась невероятным голосом. Ее голос покорял сердца и лечил души. Не дожидаясь конца проекта, участники скоропалительно сыграли свадьбу. Но, как стало известно позднее, свадьба была не настоящей. Рейтинги шоу взлетели выше, чем ожидалось. Вся страна наблюдала, как начинающие артисты связывают судьбы. Участники поддержали влюбленных. Они сообразили торжество, которое напоминало свадьбу. Но в реальности брак не был зарегистрирован, а до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. На пути к счастью стал сам проект. По контракту, который участники подписали, они не имели права жениться или жить вместе до последнего выпуска. Сразу по окончанию проекта влюбленные осознали, насколько не подходят друг другу. Их пути разошлись, и они остались друзьями. После неудавшегося брака на проекте Тишман занялся карьерой. Марк много работал, чтобы удержать шаткую популярность. Потом были гастроли, съемки на телевидении и фотосессии. Личную жизнь Марк успешно откладывал. В 2017 году наш герой начинает записывать музыкальные композиции в компании другой звезды – Юлии Паршуты. Хиты назывались «Больно, но красиво». В дуэте с певицей мужчина исполнил и другой известный сингл «Невыносимое». После этого состоялась премьера новой композиции музыканта под названием «Войди в комнату». На сингл был снят красивый клип, который собрал большие просмотры. Дуэт с Юлией Паршутой возродил интерес к личной жизни певца. После записи песен журналисты решили – артисты вместе, и у них тайный роман. Съемки совместного клипа усиливали интригу. Молодые люди оба являются выходцами из фабрики. Вместе они прошли в финал и обрели большую популярность. На различных мероприятиях пару часто можно было увидеть вместе. Иногда они даже держались за руки. Пока фанаты артистов готовили их к свадьбе, Юлия выступила с заявлением. Она заверила поклонников, что они с Марком друзья и знают друг друга долгие годы. Еще один весомый слух, который появился в сети – Марк встречается с Сати Спиваковой. Артисты записали совместные песни, после чего им начали приписывать роман. Журналистов и фанатов не остановил факт, что Сати не была свободной на момент работы с Тишманом. После каждого выхода артистов над ними шутили, что Марк вышел с женой. Ему вспоминали обещание жениться, которое он не выполнил. Артистам подобное внимание не нравилось, но оно подогревало интерес к совместному проекту. Сами артисты подобные нападки не комментировали. Официально певец Марк Тишман холост, у него нет детей или серьезных отношений. Несмотря на официальный статус, Тишману периодически приписывают романы или отцовство. Сам певец говорит, что хочет семью, сын или дочь скрасит его сложную жизнь. Одна из главных тайн жизни Тишмана – это девочка Лара, фото с которой артист регулярно публикует в социальных сетях. Фанаты певца отмечают очевидное внешнее сходство, но гадают о степени родства. Кто-то утверждает, что Лара может быть дочерью Тишмана, а кто-то считает ее племянницей певца. Сам же Марк хранит по этому поводу принципиальное молчание. Поскольку нашего героя нечасто можно было встретить в компании прекрасных дам, публика начала распространять слухи о нетрадиционной ориентации певца. Иногда музыканту приписывались романы с другими исполнителями, но и тут никаких доказательств в виде фотографии или интервью не последовало. Музыкант и телеведущий очень требователен ко второй половинке. Марк признается, что для своих 43 лет он излишне романтичен. Артист не может подходить к свадьбе с рациональной точки зрения, а исключительно по велению сердца. Он рассказал, что его будущая невеста должна быть красивой и образованной, а также иметь хорошее чувство юмора. Из-за завышенных требований ко второй половинке ему трудно встретить свою любовь. Сейчас мое сердце свободно. Его, конечно, покоряют девушки, но видите, какое-то оно не сильно покорное. В чем тут проблема? Не знаю, но я оптимист. К тому же я столько пою и пишу песен о любви, что уже думал. Когда же уже и со мной случится такая невероятная ловстори? А с возрастом все больше тараканов в голове и каких-то требований. У меня и к самому себе они огромные, и к спутнице, наверное, тоже. Я уже думаю, что нужно занижать планки ожиданий. Для своего возраста я идеалист и слишком уж романтичный, откровенно заявил артист. Не так давно Марк Тишман купил себе квартиру в центре Москвы. Я живу как человек с богатым воображением и непосредством. Например, мог бы купить огромную квартиру с невероятным ремонтом где-нибудь в неплохом районе нашего города. Однако купил небольшую квартиру, но на Патриарших прудах. В одном из самых дорогих районов Москвы. Но зато там хорошо. Мне нравится, что я могу выйти погулять по улицам и переулкам, которые мне приятны. Для меня очень важна эта атмосфера, этот дух, эта красота, рассказал Тишман. Тишман привык следить за своим здоровьем и, несмотря на холостяцкую жизнь, строго следит за тем, что оказывается на его столе. Он не придерживается никаких специальных диет. Хлеб – это один из самых его любимых продуктов. Конечно, он старается контролировать количество еды. Раньше у меня была привычка есть на ночь. Потом понял, что обмен веществ работает уже не так, как в 25. Поэтому вечером, может быть, лучше и не открывать холодильник. «Просто переключайте ваш мозг на что-то другое», – признался Марк в интервью. Певец ответственно подходит к выбору одежды, стремится совершенствовать свой внешний вид, следит за модными тенденциями и посещает косметические салоны.